Расклад для паз Колода Таро 78 дверей и колода Таро Иллюминатов Начнем с уважаемого нашего Таро Уайта И спросим у этой колоды, какой будет фон месяца в июле Какие неожиданности вас подстерегают в этом месяце Ну и конечно ваши тайные замыслы, какие могут появиться Тайные дела, ну смотри что делает колода Прямо аж выпрыгивает, выбрасывает карты Не терпится ей рассказать все и показать Итак Каким будет фон месяца, какие неожиданности могут вас ожидать И что за тайны появятся у вас Фон месяца Какие неожиданности могут случиться в июле Ну прям все как для Овна Мечи это в общем-то ваша стихия дорогие мои И какие тайные замыслы, планы у вас могут появиться, мысли, дела Ну что ж, начнем Фон месяца Туз, мечи, девочки Ну все не просто Все не просто Будете вы настроены на что-то очень решительное Вплоть до того, что, как говорится, шашкой будете махать Но своего добиваться и что-то отстаивать возможно Может какую-то информацию захотите получить И будете ее настойчиво-настойчиво искать, скажем так Может быть какая-то новая идея у вас придет Новая мысль, какое-то новое дело Может какая-то новая информация То есть месяц довольно-таки интересный Скажем так Ну и событийным, конечно, быть Но может быть это просто Вот что-то у вас в голове будет в основном В голове какие-то планы, идеи, замыслы Решения какие-то Но, как говорится После мыслей наступают действия Поэтому все может быть Тем более, тем более у нас В позиции неожиданности Выпала карта рыцарь мечей Так что тут, как говорится Все в одной связке Одна тема Одна тема То есть что-то Ну или кто-то на вас, может быть Наедет с претензиями С какими-то требованиями Может это даже и вы захотите Чего-то добиться Причем яростно добиться Может даже где-то с ноткой агрессии Ну вот ситуация такая Обстоятельства, где сюси-пуси Не пройдет просто-напросто Вот И именно только махая мечом И шашкой, как говорится Можно что-то получить И можно что-то доказать Что-то отвоевать Скажем так Это может быть в любой сфере жизни Кстати говоря И в работе, и в отношениях И в деньгах Тут, как говорится, не исключено Да, месяц будет интересный Интересный Вот Дальше пойдем Что касаемо ваших тайных планов Ну тут как-то влюбленные Это отношения, дорогие мои Отношения Вполне возможно, что как раз И ваша вот такая реакция И такой насыщенный фон месяц Будет связан с отношениями Личными, любовными отношениями Семейными отношениями Родственными отношениями Тут у кого что Все-таки вас много Так что тут нет смысла Перечислять, как говорится Все варианты Вот Ну так же, конечно, может быть Может быть В тайне вы будете Вынашивать мысль Какой сделать выбор Выбор между кем и чем Да Может быть Какая-то возникнуть вариантность И вы про себя будете Так сказать Сопоставлять эти варианты Анализировать их И Думать А что же для вас лучше Или кто для вас лучше Вот такие тайные замыслы Это может быть, кстати И любовные отношения Особенно касаемо Любовного треугольника Тут, как говорится Без вариантов Без вариантов Может быть Вы даже Уже, как говорится Наступит у вас момент Все-таки Этот момент может наступить По рыцарю-то Мечей Может быть Ваш партнер Или Ваш партнер Захочет выяснить Отношения Как и любовный партнер Имеется в виду В любовном треугольнике Как и постоянный С которой Может быть Муж Постоянный товарищ Постоянный мужчина Кто-то захочет Определенности Или вы захотите Определенности И, как говорится Начнете Расставлять точки над И Точки над И Туз Мечей Он Товарищ такой Он безапелляционный Как сказал Так и сделал Так что Вот такие пироги Девочки Ну, давайте дальше Спросим А какие события Вас ожидают В главных сферах Вашей жизни Какие события Вас ожидают В главной сфере В вашей жизни Посмотрим В какой сфере Вот может сложиться Вот такая ситуация Итак События В сфере Дел ваших Работа Бизнес Ну и другие Прочие дела События В финансовой В вашей сфере Угу Так События Как сложатся Отношения С вашим Постоянным партнером Можем Другом Так Вот пожалуйста Уже есть Как говорится Причина Для такого Для такой вот Атмосферы Так Как сложатся Дела у вас Дела у вас С любовником То есть вы Имеете Партнера Партнера Постоянного Может быть В качестве Мужа Может быть Просто партнера Гражданского Вот Но у вас На стороне Есть еще один Мужчина Так называемый Любовник Так вот Как сложатся Отношения С этим Любовником Да Все Остро Ну и Как сложится Личная жизнь У свободных Девочки Кто Свободен Ну что у нас Получилось Работа Бизнеса И вообще Дела Здесь у нас Выпал Паш Паш Жезлов Ну Карта Спокойная В принципе Никаких Неожиданностей Не несет И вроде бы Никаких Шероховатостей Не несет Поэтому Думаю Что вот Вот эти ваши дела Острые дела Агрессивные дела Ну могут Даже не связаны С вашими делами Почему Потому что Да Мы видим По этой карте Предложения Причем Предложения Как говорится От Ну Не от Доброго сердца Скажем А так От Каких-то Интересов Да Могут вам Предложить Новую работу Могут вам Предложить Какую-то Новую Вакансию Может быть Новый Проект Может быть Предложат Вам Какие-то Изменения В процессе Работы Или В процессе Бизнеса Может быть Это заключение Сделки По бизнесу Вот Может быть Предложение Партнера О Изменении Каких-то Бизнес Процессов То есть Все может Карта Очень положительная Она всегда говорит о новостях, о предложениях, о приглашениях, о разговорах, переговорах. Ну вот в таком русле, когда соблюдаются интересы обоих сторон. Кто ищет работу, в принципе, может даже очень хорошо ее найти. Потому что все-таки мы видим здесь взаимовыгодный интерес. Поэтому вы можете найти работу, причем работу такую, которая вам понравится. И вы работодателю понравитесь, и вам работодатель понравится. И в общем в этом плане будет все нормально. Что касается по бизнесу, тут тоже самое. Наконец-то у вас появится возможность, может быть, даже расширить свой бизнес. А может быть, даже увеличить свои доходы. Это может быть приход очень выгодного клиента. Да, почему бы и нет. Что касается финансов, здесь у нас выпала четверочка Пентакли. Ну какая-то задумочка появится, девочки у вас. Ой, какая-то задумочка. Может, что-то захочется купить такого хорошего, красивого. Тем более после карантина откроются, может, в июле магазины. И аппетиты разыграются. И то, и все хочется купить. Видите, и это уже накопилось. И там уже, как говорится, надо заменить что-то. Вот. То есть потребностей может появиться много. Но вот наличие финансов, возможно, вас будут ограничивать. Ограничивать. Уменьшать ваши, как говорится, аппетиты. Вот. Ну, что ж. Многие без работы сидели, в принципе-то. Да, действительно, какие уж тут большие закупки. Дай Бог, чтобы хватило на самое необходимое. Вот. Ну, а кто работал все это карантинное время, думаю, что у вас появится какая-то такая заманушка. Может, что-то увидите. Может, что-то захочется. Может быть, это для дома. Может быть, для детей. Тут все. Всякие варианты, возможно, скажем так. Вот. Но выполнить будет очень трудно. Вывернуться из этой ситуации, из ситуации, из желаний будет очень сложно. Может, для кого-то какие-то обязательства нужно будет погасить. И вот как вот разрешить вот этот вопрос, что в первую очередь платить, а что во вторую очередь, тоже будет такая некая проблемка. Хотя, в принципе, четверка Пентакли, она, как правило, не говорит о проблемах. Она, скорее, говорит, может, о затруднениях, об ограничениях. Но это все вот в рамках, скажем так, нормальной ситуации. В рамках, понимаете. Вы можете оперировать и это, вначале и то, и другое. То есть у вас есть какой-то выбор. Нет такого, что вот ой-ой-ой, ай-яй-яй, если я вот это не сделаю, все, кирбашка. Нет, нет, нет. Может быть, у кого-то появится идея по дополнительному заработку. Вполне возможно. Может, вы что-то замутите дома, допустим. Или по интернету что-то замутите. И будете прикидывать, а сколько вам это денежек принесет. А сколько надо бы на это денежек потратить. То есть вот такие больше будут идти какие-то такие раздумия, размышления. Анализ вашей сметы доходов и расходов. Вот сколько надо, что нужно прикупить на какую сумму. Какую сумму вы заработаете или получите. Или от бизнеса там, или от кого-то. Тут у каждого тоже свои варианты. Вот, что еще? Что еще? Ну, как мы видим, вполне возможно, что вот как раз то, что я сказала по тайные замыслы, тайные замыслы как-то влюбленных, она и говорит, что появление вот этой задумочки поставит вас перед выбором. Да, что делать, как быть, как поступить. Так что вполне возможно, вполне возможно. И скорее всего, если это касается очень серьезного выбора, то действительно есть над чем подумать. И придется как-то креативить, придется что-то такое придумывать нестандартное, не свойственное вам. Но, тем не менее, может вам принести денежки. Не в июле, нет, не в июле, конечно, а вот именно на будущее. Отношения. Отношения. Что касается отношений. Ну, отношения с партнером. С мужем, с другом. Выпала четверка. Четверка чаш. Как мы видим, отношения такие, ну, скажем так, грустноватые. Грустноватые, такая наблюдается успокоенность, может, даже излишняя успокоенность. Может быть, даже у кого-то и разочарования какие-то. Ну, некоторые даже, возможно, граничащие с равнодушием. Или с какой-то усталостью, душевной усталостью. Все-таки мы говорим про отношения. А это прежде всего душа, эмоции. Ну, здесь мы видим не совсем простые отношения. Может быть, знаете, может у кого-то это проиграться, как отъезд партнера. Или вы куда-то уедете, девочки. Поэтому вот это расставание, оно вас может повергнуть именно вот в такое состояние. Что касается девочек, тех, у кого есть любовник, кроме постоянного партнера. Ну, ситуация не совсем простая. Товарищ непростой. Вполне возможно, что в июле месяце он может вас поставить перед фактом. Типа, дорогая, сколько можно? Давай, принимай решение. Я больше так не буду и так не хочу. Давай ты или туда, или сюда. И как-то вот так. Либо другой вариант. У кого-то может король мечей проиграться, как некая отстраненность, холодность, что ли. Или ослабление чувств, накало чувств. То есть было до этого все прекрасно. Сюзи Пуси, букетно-конфетный, как говорится, перевод. Все в разгаре, все шикарно и замечательно. А тут вот что-то вот какая-то остуда, что ли. Остуда. Ну, бывает, бывает, конечно, такое. Вот. Что касается свободных умнов, девочки, тут у вас выпала восьмерка жезлов. Ну, что-то выбирать будете, выбирать, выбирать будете. Что вам делать с этим, со своей свободой. Искать партнера, не искать партнера. Может кто-то даже появится на вашем горизонте. Вы будете так это посматривать, ага, что мне с ним делать. Вступать в отношения, не вступать. Стоит он того, не стоит того. Может даже кто-то и серьезно довольно в это дело заморочится. Тем более у нас, видите, тут вот влюбленные. Карта-то выпала влюбленная. Говорящая, как говорится, о ваших тайных замыслах, о ваших тайных делах. Поэтому вполне возможно, что вы и будете раздумывать. В тайне от всех, конечно, не афишируя, что же вам с этим товарищем-то делать. Бросить его или продолжить с ним отношения. Или, как говорится, временно приостановить их. Может быть, может быть. Ну, конечно, восьмерка Жезлов, она говорит о серьезном выборе. То есть вы, конечно, будете переживать в плане того, что правильно ли вы поступили. А правильно ли вы приняли решение. Может, что-то по-другому надо было. Как-то вот так. Конечно, восьмерка Жезлов, она не говорит о каком-то уже знакомстве. О создании какого-то союза. О каких-то таких отношениях. Нет, тут больше идет вот такая ситуация, когда надо подумать, надо принять решение, а потом уже, как говорится, действовать. Но, тем не менее, энергия карты очень сильная. Это вас не оставит равнодушными. И вполне возможно, даже вот туз фон месяца, туз мечей как раз и связан с вашим вот этим выбором. Все может быть. Кстати говоря, неожиданность, опять же, возвращаюсь, рыцарь мечей, он может быть как раз касаться и отношений с любовником. Но может касаться и отношений с партнером, с постоянным партнером. Почему вот такое у вас состояние? Да потому что ваш партнер что-то не так сделал. Чем-то вас, может быть, обидел. Что-то вас не по делу наехал. Или вы на него, он вас довел, и вы на него вот так вот наехали. И после этого у вас вот такое состояние опустошенности, усталости. И тут тоже самое, король мечей тоже с этим связан. Вполне может быть, что товарищ захотел, как говорится, от вас потребовать определенности. И вот поэтому его требование застало вас врасплохо. Вы не ожидали, что он может это потребовать. А вот тут здрасте ваша тетя, как говорится. А вам-то вроде бы и на данный момент этого и не надо было. Пока, как говорится. Нафига Кази Баян, когда ей весело уже, понимаете. Тут поэтому, да, непростая ситуация может сложиться. Непростая. Но тем не менее, тем не менее, придется что-то там думать, что-то кумекать в тайне от себя. Потому что это все-таки на стороне, эта связь. А тут, как говорится, не в курсе еще. Ваш-то партнер может быть. Дальше идем, девочки. Дальше у нас с вами... Что уйдет и что придет. Что уйдет и что придет в июле месяце. Давайте узнаем у второго иллюмината. Что уйдет в июле. И что придет в июле. Что уйдет. Двойка кубков. Сейчас мы немножечко подправим. Не видно. Что уйдет. По двойке кубков всегда, конечно, идут какие-то отношения. Причем хорошие отношения, дружеские отношения, добропорядочные отношения. Ну, знаете, возможно, для кого-то, у кого была связь, вот опять же, я имею в виду друг налево, там, или что-то. Или даже вообще в отношениях. Может что-то нарушиться, понимаете. Вот эти приятные взаимоотношения, гармоничные взаимоотношения. Они могут не то, что совсем уйти, но просто сменить окрас, стать более спокойными, скажем так. То есть пройдет вот этот период, когда ой-ой-ой, ай-ай-ай, эмоции зашкаливают, и все прекрасно, как говорится, розовые. У кого-то розовые очки, у кого-то, как говорится, в голове хаос полный. Поэтому вот эта эмоциональность, она пройдет. Даже, вот знаете, по работе, может быть, вот предложение вам поступит, естественно. Поступит от тех людей, которые вам доверяют, которые вас порекомендовали. То есть тут идет взаимосвязь интересов, и скорее всего, это люди знакомые, понимаете. Вот эти отношения, да, они завязали союз, да, они сделали свое дело. И, в общем-то, как говорится, их время прошло, и они ушли. А что придет? Придет, да, тройка Пентакль, придут деловые, спокойные, гармоничные, практичные отношения. Возможно, заключение каких-то договоров, контрактов. Я думаю, что, скорее всего, это связано с какими-то делами, с финансами. Сомневаюсь, что это касается отношений, учитывая то, что у нас тут, понимаешь, что с вами творится. Тут больше идет процесс, рабочий процесс становления, оформления, не становления, оформления конкретных отношений. Хозяйственных, финансовых, рабочих. И тут, как говорится, у кого что. Вполне возможно получение денег. Ну, деньги, конечно, по тройке Пентакль не такие большие, но, тем не менее, тем не менее, какое-то поступление ожидается и может быть. Вот. Вполне возможно даже вот то, что у нас здесь по четверочке Пентакль, вы найдете выход, решение, и найдете дополнительный источник финансирования для своих, как говорится, желаний или потребностей, или обязательств. О чем нам карта и говорит. И последняя у нас с вами позиция. Последняя позиция у нас с вами. Это совет Оракула Затмения. Давайте спросим, что он вам советует. Что он вам прошепчет. Расставание. Хм, интересно. Расставание. Ну, тут даже, знаете, и само слово уже подсказывает совет. То есть, если предстоит какое-то расставание в этом месяце, отнеситесь к нему философски, что ли, спокойно. Да. Ну, пришло время. Если это расставание на какое-то время, я вот тут говорила, что по четверке чаш, возможно, ваш партнер куда-то уедет, или вы куда-то временно уедете, то есть будет временное расставание, то это просто нужно переждать, перетерпеть. Если расставание связано с другими причинами, более глобальными, типа как развод, как разрыв отношений, вот, ну, тут, как говорится, надо просто принять, может быть, разобраться, почему так случилось, в чем, как говорится, закавыка, и какие могут быть последствия этого расставания. Насколько они для вас серьезны, или наоборот, несерьезны. Также Оракул Сатминни советует, что если кто-то от вас уходит, если кто-то, может быть, даже неожиданно, вполне возможно, все-таки у нас вот тут выпал рыцарь мечей в неожиданностях, то есть это вполне может кто-то разорвать отношения, уехать, уйти, то есть тоже. То, да, тут та же ситуация, что надо просто это принять, надо просто это принять. Другого выхода нет. Невозможно заставить человека насильно с вами общаться, если он решил, если он уходит, если, тут, как говорится, ничего не сделаешь. И то же самое, если вы решили с кем-то расстаться, разорвать, тоже разорвать отношения, ну что ж, надо это делать. Другой вопрос, как это делать, чтобы это не слишком травматично было для вас и для вашей жизни, но, тем не менее, надо делать. Вот такой прогноз получился, девочки, для вас, Омнов. Что, как говорится, я увидела, все рассказала. Тут можно было и много еще рассказать, но, извините, у меня время вообще ограничено. Да и, наверное, нет смысла. Каждый для себя подчеркнет то, что касаемо его жизни. Кому-то срезонирует, кому-то не срезонирует. Это тоже бывает. Поэтому, в общем-то, все нормально. Все нормально. Мне остается вам пожелать только здоровья. Обязательно, девочки, здоровья. Будьте здоровы, здоровы, здоровы. Денежек побольше, чтобы у вас все получалось. Удачи вам. Хороших гармоничных отношений. Ну, а самое главное, будьте счастливы. Будьте счастливы. Остальное вам приложится. И до встречи на моем канале.